всем привет у тебя все итак заставочка у нас в начале эфира была посвящена новой шапке пятый этап у нас начался вяжем в пятом этапе шапку изюмчик у нас добавлен видео аналистика на лавочках я рассказывать нечего не буду и хочу ее покидать взяла с собой головешку чтобы показать как она сидит шапка у меня в этой связи без отворота надо же было добавить что-то еще новое на крае нам что-то еще показать шапка без отворота связана изюмчиком 2 2 изюмчик у нас добавлен в виде ромба и шапка 2 1 2 а связать двойную шапку просто то есть мы вяжем сначала шапку одну потом с наборного ряда поднимаем петлю прям за кромочные наборного ряда поднимаем и в обратную сторону вяжем шапку вторую я даже кончик еще не заправила вяжем ее вверх убавки делаем так как хотим у меня здесь равномерно один к семи я начала и постепенно убавлялся сокращая темп убавок и потом когда мы закрываем макушечку две макушечки друг с другом мы просто сшиваем можно такие шапки делать двухсторонние то есть например одна сторона бы у меня была вот такая а вторая сторона была бы гладью с какими-нибудь красивыми убавками шапки гладью мы с вами рассмотрели во втором наверное этапе честно говоря уже запуталась в комитет потому что вязали ну в общем внутрь можно связать гладь с какой-нибудь тоже аккуратной интересной макушкой и носить потом эту шапку на две стороны такая она не сильно длинная не сильно короткая просто комфортная двойная хочешь кстати можешь ее одеть тебе тортичка сегодня очень даже подойдет или ты в свои дебютеечки посидишь нет, хочешь? давай примерим да, одевай, давай сюда пускай эта пелосмассовая голова не мерзла стоит тут рядом сейчас надо сделать так, чтобы Андрей у нас тоже попадал в хатор заглянешь сюда? да, всем здрасте, доброго дня итак, по поводу пятого этапа я рассказала основное в условии это узор который у нас состоит из резиночки две лицевых, две изнаночных петли с отворотом, эта шапка без отворота двойная, одинадная, неважно какая она главное, чтобы основной узор был 2-2 к этой шапке обязательно нужно добавить какую-то изумку какая она будет совершенно без разницы вы можете добавить любой узор ажуры, косы, ромбы просто узор из скрещенных петель может быть какую-нибудь совсем тоненькую какую-нибудь маленькую косичку что-нибудь обязательно в нее нужно добавить что это будет, вы решаете сами работа по пятому этапу мы принимаем до 7-го числа? 19-го значит до 21-го до вечера 21-го числа до 23 часов 59 минут по московскому времени сегодня у нас еще целый день для того, чтобы сдать ваши шапочки связанные в рамках четвертого этапа в четвертом этапе мы вязали шапки с объемными узорами из трех частей важное условие этих кос было то, что они должны быть из трех равных частей то есть равного числа петель они должны быть эти части одинаковые по своему узору то есть все петли должны быть лицевыми и перехвесты в этой косе должны быть сделаны на равных расстояниях сколько петель ваша коса по 2 петли часть по 5 петель части по 10 петель потому что она толстенная какая-нибудь не важно важно, чтобы все три части были одинаковые косы можно разбавить какими-нибудь дорожками из вытянутых петель добавить ее между ними маленькие какие-нибудь еще косички или сделать неважно что но основным узором по предыдущему этапу должна быть коса из трех частей их может быть больше но она должна выделяться то есть если мы смотрим на шапку в первую очередь мы видим косичку из трех частей равномерных и одинаковых по своей ширине и высоте между перекрестками вот присоединиться к марафону можно на любом этапе и сейчас присоединиться можно тоже важно, чтобы работы, которые вы публикуете были связаны в рамках марафона потому что уже не один прецедент у нас есть такой, когда выкладывают для участия в марафоне фотографии шапку прошлых сезонов которые выкладывали ранее и что-то еще очень обидно было за девушку которая попала у нас в текущем предыдущем этапе, где мы сейчас голосуем десятку лидеров а фотография оказалась уже опубликована год назад конечно же мы не проверяем это и здесь все у нас говоря на честном слове мы озвучили условия они важны и их нужно соблюдать но у нас есть куча просто армия внимательных зрителей наблюдателей за марафоном которые отслеживают все и фотографии в том числе то есть были и случаи когда мне написали что фотография шапка уже связана давно я пересматриваю весь профиль а там немножечко другие петельки между косичек то есть косички те же а расстояние между кос связано другим узором а тут вот к сожалению фотосессия одна фотографии одни и те же а выставлены для участия поэтому пришлось одну шапочку из голосования у нас дисквалифицировать тем кто участвует на платной основе задания по этапу добавляются на 12 часов раньше все задания сопровождаются уроками в каждом из которых как минимум по два варианта вязания шапки а может быть даже и больше к каждому уроку прикреплен красивый pdf-пайлик который можно распечатать и сохранить дополнительно в подарок открыт урок по вшиванию флисового подклада вязаной шапки дополнительно я добавлю еще урок по вязанию анатомических правильных ушек-завязок для детских шапок которые будут сидеть на голове там где нужно будут закрывать уши а не сползать на глаза или на затылок а также в прошлом эфире я наобещала что сделаю какой-нибудь ролик такой небольшой урок по помпонам из пряжи плюс идет доступ в закрытый чат и дополнительный бонус это возможность участвовать в розыгрыше денежного приза поэтому если вы хотите получить доступ получается к большому шапочному курсу то вы еще можете его приобрести всего лишь за 400 рублей я собиралась сегодня утром поменять стоимость как и обещала до 500 поднять но не успела поэтому если вы сейчас смотрите еще не участвуете то за 400 рублей можно будет приобрести 8 уроков по вязанию 7 из которых по шафтам один из которых по носкам один урок по вшиванию подкладу туда входит и дополнительно еще полезные статьи 500 рублей а сейчас еще 400 рублей это идеальная стоимость для такого по содержанию большого шапочного курса рекомендую ссылочка в шапке профиля тоже у нас есть в профиле как и в школьном так и в моем профиле еще висит ссылочка в шапке профиля именно на шапочный марафон поэтому присоединяйтесь по поводу участников призов и роскоши в пятом этапе марафона нашим спонсором является магазин пряжи рыжая овечка этот магазин пряжи находится у нас в Зеленограде хотя его я узнаю очень уже давно поэтому рада вам представить этот прекрасный магазин который к сожалению сейчас у нас пока без интернет-магазина функционирует но сертификат, который получит победительность пятого этапа на 5000 рублей будет обналичиваться при личном общении с Леной вы там спишите в профиль инстаграма либо может быть как-то еще и она вас проконсультирует по всему ассортименту своего магазина ассортимент очень большой, очень классный ну и также вы согласуете какие подарки хотелось бы получить соответственно все получите стоимость номинал точнее сертификат который мы дарим по этапам в марафоне равен 5000 рублей нет никаких ограничений по пряже и по цвету этой пряжи в шестом этапе у нас будут небольшие ограничения но там прям все равно классно будет там будет просто марка одна но не суть если у вас есть какие-то вопросы задавайте мы сейчас на них вам ответим Андрей сейчас расскажет что распустил да обманулся чуть-чуть пожалуйста два раза изнаночную ну вот поэтому Андуша читай пожалуйста она не вижу да вы так интересно вяжете изнаночную или это так кажется отзеркаливает отзеркаливание так кажется вяжу я все петли самым обычным способом яйцевые у меня классические изнаночные у меня бабушки а в зеркальном отражении это все выглядит просто немножечко иначе вяжу кстати шапку для шестого этапа сегодня это вяжу и пораньше может быть ее даже еще добавлю для тех кто участвует в накладной основе вот хочется немножечко шагнуть вперед потому что мне очень сложно на самом деле успевать за ритм марафона когда 6 лет назад ляпнула я что одна шапка за два дня и первый раз 6 лет назад я офигела этот ритм потому что нужно было и писать и снимать и писать и публиковать и все это делать ну раз уж мы заявили так как заявили когда-то там давно то своих собственных же правил предпочитаем придерживаться вот долго сегодня сидеть мы не будем потому что лучше других дела Андрею нужно не ехать я пойду убираюсь вот поэтому если у вас вопросов нет то я буду попрощаться побыстрее про что рассказать что рассказать просто так про что мне рассказывать если вы ничего не спрашиваете непривычно можешь скажи Андрей какую шапку ты вяжешь я уже рассказывал резинка 1 на 1 хаки с желтым хочу сделать просто обычную шапку может быть косо может быть без косо пока не кругло я ее уже третий день набираю распускаю Андрей что почитай пожалуйста да конечно да это сложно одну шапку за два дня я еще вторую довязну начала вязать изнутри клубка испутываю все с нитками снаружи как распутать вот сложный момент распутать это вообще не моя тема моя нервная система если что-то где-то путается дает такой сбой что я даже не берусь уже на ничего распутывать а просто выбрасываю самое обидное было когда у меня были круглые какие-то пасты пляжи я решила их перемотать и они все перепутывались и конечно же я не справилась с распутыванием этой фигни и спасали меня потом Андрей и Рома в ночи пятый урок уже не появился на сайте? пятый урок появился на сайте еще вчера даже до 12 часов ночи то есть немножечко пораньше вы выложили у нас заявлено что мы 12 часов раньше я выкладываю для тех кто участвует но вчера у вас была пора наверное аж часов 13 с половиной точно посмотри пожалуйста пробовал вязать две нити разными цветами пробовали вязать да я и в две нити пробовал и в четыре нити пробовал разными цветами как только не пробовал а Таня в основном вяжу это однотонная штука ну я плохо дружусь с учитанинами цветов и мне нравятся изделия которые вяжут другие полосатые и разные но сочетать с самой чуть-то как у меня не особо хочется сейчас вяжу две нити но одним цветом и так мне кажется прикольно так доброго дня Татьяна напугала шестым этапом пряжу у нас в поселке днем и ночью не сыщешь а как потом достать то что понадобится все заказываем в интернете шестой этап nacional если бы ты говорила про сконсора ограничение или ночине по пряжу нет никаких ограничений по пряжу В шестом этапе нет around шестом этапе я говорила про сконсор а все сконсоры у нас дали сертификаты в свои магазины пряжи без ограничений каждый выбирает на стоимость номинал этого сертиفиката то что хочет исключением у нас будет шестой этап потому что там у нас будет сертификат именно на определенную марку пряжи. Классную марку пряжи. А так нет никаких ограничений, из чего вязать не будет. Любая пряжа, любые составы, любые размеры, основных условий для участия в марафоне мало. В этом этапе у нас резинка 2.2 и немножечко изюм. А уж что там и как дальше, это вы смотрите сами. Когда нужно сдать все шапки для детей в детский дом? Когда мы запустим последний, наш седьмой этап марафона, я уже напишу, куда можно отправлять ваши работы. Ввиду того, что вяжем мы не только шапки в детские дома, но и восьмым этапом будем вязать носочки в дома при старелах, рекомендую отправлять все, что хочется отправить в конце марафона. Ограничения по периоду именно отправления тоже будет. То есть как только у нас кончатся марафон, и кончатся все этапы, и мы сдадим все наши конкурсные презентации своих работ, я дам неделю на отправку. Потому что дольше неудобно. Все эти шапки должны будут дойти, получить их будет нужно и рассортировать, расфасовать и разобрать их тоже будет нужно. Кто их будет получать и куда их нужно будет отправлять, вы узнаете после того, как мы запустим седьмой этап марафона. Так что пока все складывается. А кроме вязания Андрей чем-нибудь еще занимается? Основная работа может хобби есть и другое? Занимается. Вот как раз таки сейчас очень торопится побыстрее закончится нашим эфиром, потому что я пойду домой, а Андрей сразу уже уезжает по своим делам. Андрей у нас директор по IT со свободным графиком. Поэтому может себе позволить взять, быть рядом, смотреть и наблюдать, как растут его дети, участвовать активно в их всех процессах. А за что? Отдельное спасибо его прекрасной работе. Вот. Постарались сделать максимально так, чтобы быть рядом с теми, кому мы сейчас еще нужны. Сколько? У лет в 14 родители уже могут нафиг закрыть дверь с другой стороны. Мы уже закрыли. С одним у нас уже это наступило, а второй пока еще мама с папой нужны и важны, мы побудем рядом. А на обычную работу вылетишь и не придется больше никогда выходить, потому что делать там особо нечего, как бы не окажется. Спрашивайте, что еще интересно. Я сейчас еще пару рядочек свяжу. Да, и поедем потихонечку. И потихонечку каждый поедет по своим делам. Если мужчины помыть, они заняты тоже куча. Ну, шапку довязали бы хотелось. С ведра еще можно на дедушку. Так семей, чтобы на рукава оставить. Если шапку все не довязать, то вечером мы будем вязать. Вот оно клавиусы. Ну, спрашиваете что-нибудь? А то каждый эфир я рассказываю, рассказываю, рассказывают те долгие монологи веду. Все про марафон, да про спонсоров, да про условия участия. И уже все вроде бы рассказала и даже не по разу. А вы тоже вяжете по всем этапам марафона? Я нет. Я вяжу по всем этапам марафона, чтобы в эфирах вам показывать эти готовые шапки. Стараюсь связать даже не по одной, а может быть по две, по три. К первому этапу, мне кажется, я три шапки связала. И потом вот уже пошло по две. Но в шестом издуваю свяжу по одной. Так, с полуночи эфир будет 20 же. Это сегодня эфир? Сегодня 20-го, а теперь что Тикток? Сегодня 19-го. Тикток 20-го открывают, а здесь, не знаю, может быть сегодня. Все классно, спасибо вам, мои знакомые в шоке, что я вяжу. Шокируйте дальше ваших знакомых. Очень полезно вас слушать, опять вы мерзнете. Привет, привет, привет. Да, потому что Мелька на удаленном обучении, у нее последним уроком было ИЗО, и сейчас они там по телефону, по видеосвязи с детьми из класса продолжают рисовать то, что им нужно нарисовать. То есть она дома рисует, периодически бегает что-то, спрашивает. И такой возможности сесть и поболтать с телефоном дома нет. Поэтому пришлось выйти померзнуть. Да нет, на самом деле погода хорошая, ветра нет вообще. У меня руки даже не зарезают. Но у нас во дворе никогда не приедут, у нас такой прекрасный ремонт. Комфортный начинает. Буквы, непонятные буквы типа П, но еще с каким-то углом. А тут же что-то еще пишут. Сейчас я пишу. Мне походу точно нужно купить очки, чтобы одевать и куда-то в эфире сидеть. Ну, после двадцати ночи, то уже двадцатое число. А, сегодня ночью. А фиг знает, что там разблокируют. Посмотрим, да. Ну, может в инстаграме выйдем. Не знаю, посмотрим. Спасибо огромное за то, что делите. Это очень круто. Пожалуйста. Если хотите, чтобы я еще чем-нибудь с вами в формате много слов поделилась, спрашивайте. Пока мы посидим, расскажу, что захотите. Как достать такую до скорости вязания? Как у вас, Татьяна? Ой, только с помощью бесконечных тренировок. Я даже не знаю, сколько времени нужно вязать. Ну, у всех разные способности, поэтому чем больше вяжете, тем быстрее станете мастером своего дела. Вот я сейчас уже очень медленно буду. Потому что если у Андрея руки не мерзнут, то мои руки вяжут всегда очень быстро. Ну, я точно с этим бесконечным образом всегда. Так, МК носков для бабушек уже в процессе? Нет. Я это очень... Вот видите, с шапок только начала заранее. И то я ее вчера начала, потому что просто успевала начать. А так я не могу сильно вперед уйти от марафонцев, потому что очень много сопутствующих дел. Поэтому с носками-то я почти придумала. Если вот я говорю, я сейчас закончу с одной шапкой, отложу седьмую шапку, и у меня будет время заранее позаботиться о носочках, хотя нет, готовые носки-то у меня есть. А вот мастер-класс для них надо написать. Ну, можно написать врачи, надо подумать. Я еще об этом не думала. У нас только пятый этап стартовал, еще шестой, седьмой, только потом на скид, как минимум неделя. А неделя это очень много времени, чтобы я заранее начала думать о том, что нужно сделать. Я тот человек, который делает сегодня то, что нужно было сдать вчера. Почитай, пожалуйста. Ну все, пока закончишь. Таня, в пятом этапе надо съема узора. Там только лицевые, убавки и прибавки. Петли или рисунок в каждом ряду. Да. Не только лицевые. Вот он, этот узор. Пятый этап. Это у нас ушла резинка. Нет, вот сюда волосы чуть-чуть засунь. У нас шла резиночка 2-2, из которой потом сделался ром. В уроке вот из этих вот петелек у нас идет маленькая косичка по краям. И центральный такой ромб. То есть мы здесь в одном ряду изнаночные раздвигаем сюда. Два раза делаем перехлёст. Это на 4 ряда растягивается. И потом раздвигаем наши кантики ромба. То есть по принципу кост. Там прям пошагово описано, как мы что куда двигаем. То есть у нас из резинки вот этот вот весь узор выходит прям сразу плавненько. Без всяких там каких-то наложений петель друг на друга. Когда еще что-нибудь крутое вязать будем? Вообще пускаем что-нибудь. Сколько шапок ты связала за всю жизнь? Не знаю. Очень много. Очень много. Почему иногда когда вяжешь шапку с нефиксированным отворотом, то на отвороте иногда петли, которые лицуем, получаются из изнаночной какие-то не симпатичные. Не всегда, но бывает. А вы знаете, я никогда не вижу фиксированного отворота способом, где мы лицевые и изнаночные меняем местами. Мне он не нравится. Способов зафиксировать отворот очень много. Один из самых популярных, когда в месте отворота мы в резинке лицевые и изнаночные петли меняем местами. Там, да, они как-то подтарчивают. Можно вязать там ряд изнаночных петель. Вот эту вот косичку как бы покрасить. Мне так тоже не нравится. Способ как связать отворот в резинке 1 на 1 фиксированный я показывала. И его я чаще всего использую. Вот здесь вот он у меня. Опять-таки тоже он, который не особо сильно видно, но он есть. И он хорошо держит свою форму. А для резинки 2.2 я использую, если нужно отворот зафиксировать, тот способ, в котором мы связали, сложили и соединили текущие наборные ряды одним соединительным рядом. Так, расскажите про восьмой этап, про насколько пряжа нужна. И вот, вот предыдущий вопрос был я про рисунок для девочек в одном уроке. Вот я не понял, что про шапки. Рисунок для девочек, у нас там ажур, да. Только из лицевых петель, которые идут убавками и накидами формируются вот эти вот ложные косы. И потом у нас идет узор ажурники, такой с дырочками. Он там тоже подробно весь расписан по рядам. Если с ним что-то пойдет не так, вы можете в чате спросить. Я попозже туда зайду и обязательно отвечу на все вопросы. Вопросы, которые хотите в чате задать, чтобы я вам на них ответила, пожалуйста, через собачку указывайте меня. В течение дня вы поддерживаете друг друга прекрасно сами, плюс вам всегда отвечает Вика. Я захожу тогда, когда успеваю. В текущих реалиях успеваю я это обычно ближе к ночи делать. Так, Татьяна, берет не планировали? Нет. Шапшен марафон? Нет. И какая пряжа для носков? По поводу носков. Можно использовать любую носочную пряжу, но она обычно по практике по себе достаточно тоненькая. Я офигеть от сильно любую носки залезала на Максе. Это которая 100 грамм 100 метров. Шерсть полушерстенная идет. Там примерно 75 на 25, да? Они отлично носятся, они очень теплые, они прекрасно стираются в машинке. Причем их можно не только стирать, а еще и сушить там же, если вдруг ваша машинка сушит. Они отлично держат форму и долго носятся, не протираясь. Поэтому бюджетная, доступная, любая полушерсть достаточно толстенькая. Потому что если вы хотите вязать носочки бабушкам и дедушкам, вот 100 на 100 прям класс. Если вы хотите вязать носочки себе, можете вязать их из итальянского мериноса. Только носиться они будут не очень классно. Из итальянского мериноса у меня тоже есть много носочков. Но их может, знаете, пока там поболеть, полежать. Если не болеть, то только ножки посмотреть в красивых носках, повязать. Они просто красивые, но ходить в них не жалко. Я сейчас взяла как-то носки из мериноса с кашемиром по дворю. Одел их раз в три и на пятку были огромные дыры. Катуральный материал, очень быстро протяжу. Короче, пряжа должна быть либо носочной, либо живучей. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Так, у нас 25 минут. Давай еще 5 минут. Давай еще 5 минут и будем заканчивать. Наш прекрасный хир. Сколько набрать петель из толстых пляжа на резину? А вы с какой толстой пляжи? 80 петель. Андрей вяжет тугой, я вяжу чуть слабее. При всем при этом он вяжет, наверное, на 5,5-6 мм. А я вяжу на 4 мм. У каждого своя плотность. Плюс-минус 10 петель. У всех они все равно плавают. Ну, поспрашивайте что-нибудь еще. Целых 5 минут полностью в вашем распоряжении, которое буду отвечать на любые вопросы. А потом пойду домой страдать. И так, как я понимаю, вопросов нет. Поэтому давайте подытожим. Пятый этап марафона у нас стартовал. Танечка, делайте, пожалуйста, МК под чепчику крючком. Он весь отснят, он весь готов, он весь выгружен. Мне просто нужно сесть. Я даже не помню, сколько фотографий. Штук 200, наверное. Потому что с крючком у меня подробных мастер-классов нет. Теперь нужно просто сесть и все писать. А ввиду того, что я постоянно пишу либо этап марафона, либо выбираю ваши шапки, либо просто все это просматриваю, отключаю на вопросы, физически не успеваю сесть. Надо было, знаете, как сразу вяжешь, садишься и пишешь. Вот я села, тогда я его связала, весь его выгрузила. А он так долго загружался, что сразу писать я не смогла. Пришлось подождать, пока все фотографии в огромном качестве загрузится на сайт. Ну а потом уже все. Потом у меня кончилось время. И я так и не закончила. Так, шапки из тонкой пряжи в одну нить будут держать форму? Почему нет? Ну вот у меня сейчас с собой шапка из тонкой пряжи в одну нить. Правда, она связана на машинке. Вот здесь какой-то крутейший шеверный, после надо походкать. Она Андрею сейчас не очень подходит, но подходит. Ну, короче. Нет, они форму не держат, они вот такие вот тряпочки. Но ее всегда можно красиво сфотографировать на голове, она все равно будет прекрасно сидеть. И поэтому шапки из тонкой пряжи крутые. Так, резинка у детских шапочек тоже 7 сантиметров? Да. Видите, это начало. Да, я люблю 7 сантиметров как минимальная высота резинка. Она смотрится не убого. Ее достаточно, чтобы комфортно закрыть уши двойным полотном шапки. Ну, коротенькие отворотики, коротенькие эти вот резиночки, они очень сильно удешевляют вещь. То есть можно связать крутую шапку с дорогущей пряжей, но вот сделать резинку короче на пару сантиметров, и визуально эта шапка будет очень сильно проигрывать, если даже рядом положить худшую по качеству составу вещи. И маску в нем, правда. Да какая маска, Заня? Красивая. Внутренняя сторона шапки у Андрея связана лицевыми петлями или резинками? Да. Там полностью лицевые петли, просто лицевая плотная гладь. Так, мои любимые в эфире, так привыкла к вашим эфирам, смотрю днем и ночью. Привет, привет, спасибо. Спасибо. Софья. Так, все, вопросов пока нету. Да то, что 60 человек у нас в эфире, классно. Ветер очень. Да, подул ветер прям как раз. И очень сильно захотелось бежать домой. Поэтому, ребята, осталось буквально полминутки. Давайте подытожим за эти полминутки. Стартовал у нас пятый этап марафона. Спонсором пятого марафона нашего является магазин пряжи «Рыжая овечка» «Рэдшип», «Шоп». «Рэдшип», «Шоп». Да, все правильно сказала. «Рэдшип» снизу «Шоп» через нижнее подчеркивание. Магазинчик физически у нас находится в Зеленомраде. Очаровательный его хозяй клиент дарит сертификат одной из победительниц, не одной из победительниц, а одной из участниц пятого этапа нашего марафона, которая победит в зрительском голосовании. Номинал этого сертификата 5000 рублей. И выбрать на него можно будет любые товары из Лениного магазина, которые она поможет вам все посмотреть, расскажет, что и как, посоветует и с удовольствием вам их отправить. Сроки приема ваших работ до 21 числа 23 часов 59 минут по московскому времени. Обязательно нужно указать тег марафона, организаторов марафона. Это профиль школы, мой личный профиль и профиль Андреев. Плюс не забыть указать спонсора этого этапа. На спонсоров нашего марафона обязательно нужно подписываться. Шапочки ваши нужно сфотографировать красиво. На фотографии мы каждый эфир уделяли очень много времени. И вы молодцы, я вижу все ваши достижения. Все супер выбирать, нам становится еще сложнее. Так что, класс! Так, из-за работы не успеваю видать, следующий марафон можно попросить по длине этапа сделать. Да, вы знаете, я тоже не против по длине этапа. Следующий марафон, благо, у нас будет через два года, если будет. Потому что один был класс, два было супер. Где было два, обязательно должен быть третий. Третий мы сейчас сделали. Четвертый подтянет за собой пятый. Поэтому по поводу четвертого я еще и подумала. Ну и к четвертому марафону, на самом деле, было бы круто обновить полностью его весь визуал. Поэтому мне времени понадобится еще больше. Два года у меня есть что подавать. Решим. По ходу дела. Как часто проводятся наши эфиры? Наши эфиры в профиле школы сейчас проводятся после старта каждого этапа марафона. Соответственно, следующий эфир у нас будет 21-го числа. Просто эфиры повязать, поболтать, поржать. Андрей любит проводить каждый день, а в день и порой и по одному разу, когда у него есть время. В эфиры выйти. Он выходит в инстаграме, в тиктоке и в походу. И все. Ого. Ну а в школе вязания сейчас мы с марафоном закончим. Я думаю, что мы систематизируем эту практику эфиров. Будем выбирать тему и уже конкретно под нее, может быть, под какой-то там урок этот эфир собирать. Все. Все. Можно прощаться. Все. Нет больше вопросов. Подожди, я хочу ряд довязать. Переплеска доделаю. И тогда будем прощаться. Все рассказала, на все вопросы ответила. Повнимательнее будьте к фотографиям. В третьем этапе, выбирая победителя, очень хотелось взять одну девочку в десятку лучших. Но, к сожалению, я не смогла. Потому что крутых фоток, которые я увидела в сториз, я не обнаружила в ленте. То, что было выложено в ленте как итог работы этапа, оказалось не таким интересным, как фотографии в сториз. Поэтому лучше сделайте карусель и добавьте туда фотографий больше. Потому что мы смотрим все. И зачастую бывает, что первая фотография не такая выигрышная, как другие. А у всех у нас свой взгляд на вещи. Например, в первом этапе в десятку лучших работ попала девушка, которая даже не заметила, честно говоря, изначально. У нее стартовая фотография в карусели была настолько непонятна и никакая, что я карусель не стала даже листать. То есть я в принципе не стала листать эту публикацию. Хорошо, вот Вика молодец, пролистала все восконально. И эта девушка попала в марафон. Сейчас я пролистываю все карусели. Это с девочкой фотографии? Нет, не с девочкой, другая. Она не победила, но она была в номинациях. Вот. Поэтому лучше больше, чем меньше. И лучше в карусельку запихните все, что вы нафоткали. Мы все посмотрим и, может быть, даже выберем не ту, которую вы посчитали самой лучшей. Но если вдруг мы вас не выберем, пожалуйста, не расстраивайтесь. С каждым этапом сообщений, что не так с моими шапками, почему вы меня не взяли, или у меня такая классная фотография, вот там были хуже, становится все больше. Мне сложно отрабатывать недовольство. Я понимаю, что у каждого есть свои ожидания. Каждому хочется быть отмеченным и как-то там отдельно поглаженным по головке, но физически это сделать невозможно. У нас есть ограничение среди более чем 100, я даже не знаю, может быть, 200 работ каждого этапа. Нам нужно выбрать лишь 10. Если вы в эту десятку не попали, это не значит, что с вами что-то не так. Ну, просто места всем не хватает. Понимаете? Вот. Так, ребята, вы супер. Очень жаль, что скоро закончится марафон. Хочется еще. Спасибо, 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 спасибо. Всем спасибо. Нам тоже очень приятно. Вы тоже все супер. Все, я закончила. Все, Таня закончила. Я вот пять-шесть рядов где-то здесь был. Ой, классно. Очень красивая шапка вас ждет в шестом этапе марафона. Она прям, ну, очень красивая. Надо мне еще подумать, как мне ее еще красивее сделать. Главное, участие, а не победа. Все верно. Вселенная на каждого определен процент. Вселенная выигрыша по жизни, значит, повезет в чем-то другом. Да. Очень даже поддерживаю. Вот я, например, никогда нигде не выигрывала. А тут взяла и первый раз в своей осознанной жизни по участку в онлайн-голосовании. Я не буду рассказывать, как я голосовала. В тех, в принципе, наверное, и могу. Я не в теме политики, не в теме гостей. Я особо не сильно в теме. Холодно, капец, как уже. Особо вообще не в теме жизни текущей. Вот. Но решил поучаствовать в онлайн-голосовании. Ни в чем. У нас тут депутаты в Госдуме выбирали кого. Ну, не важно, короче, кого выбирали. Даже не знаю, кого мы выбирали, за кого мы голосовали. Можно тебя тут чуть-чуть подберем? Да. Так не честно. Маска на тебя переходит за городой, а она делает тебе румяна. Ну, сорян, я бы вообще до глазки сидел. Даже не знаю, за кого голосовать. Короче, участвовала в голосовании. Не в теме, что где и как происходит. Но, думаю, надо проявить свою гражданскую позицию. Вот зайду и поставлю галочку. Прочу все. Чтобы, наоборот, никуда не использовали. Зашла. Галочки против всех. Места, точнее, для этой галочки не оказалось. Пришлось голосовать. Не буду рассказывать, как я выбирала, за кого голосовать. Но через несколько дней мне пришла смс, что поздравляем за вашу проявленную активную гражданскую позицию. Вы выиграли 10 тысяч баллов. Ну, 10 тысяч баллов равно 10 тысяч рублей в магазинах партнеров. А там столько магазинов. Ну, аптека, конечно, больше всего. Аптеки мне просто не нужны. Там есть и Леонардо, и булочки, и всякие ресторанчики. Вот теперь надо зайти и потратить эти баллы. Взять какой-нибудь себе сертификат, чтобы не забыть. Вот. Так что это я к тому, что кому-нибудь где-нибудь повезет. И порой повезет там, где вообще не ожидаешь. Я тебе даже подумала это. Про пивку лучше не говорить. Может прививку сделать, может квартиру выиграю. Таня, что сейчас за пряжа? Откуда такая сумочка? Пряжа у меня сейчас меринос Fibro Natura Dono, который производится в Турции на итальянском оборудовании. Потрясающий меринос идеального ценового сегмента. Он не такой дорогущий, как Лана Гросса. Он очень доступный, но по качеству я скажу вам, не сильно вступает. Очень мягкий, очень классный, очень клевый. И убирки у них красивые, из крафтовой бумажки. Сумочку, сумочку мне подарила прекрасная Настя. Ну, короче, сумка это подарок. Я не знаю, где она взяла. Купила, прислала. И очень люблю, я постоянно ей пользуюсь. Поэтому про сумку ничего не расскажу. Я такую сумочку заказала на зоне. Почему ты без шапки? Потому что у меня на голове вот такой колтун из волос. Она потом водит сопливая ходить. Маска опять на тебя просто пришла. Надо ее выключить, я просто не знаю, где ее выключить. А я без шапки, потому что у меня на голове колтун из волос. Я себе хочу связать вот такую вот толстовку с капюшоном. Даже больше скажу, я уже связала классный капюшон, подходящий под мою голову. Осталось толстовку связать. Но времени нет. Поэтому свяжу потом. Все, ребят, всем спасибо за эфир. Все рассказала. Ждем ваших крутых фотографий шапок. На улице становится сыро. Я, кстати, может быть, даже сейчас здесь сидела и лапку уже высоко положу. Мы пошли по делам. Все, я поехал. Мне надо в Ирландию кардиган отправить. И поработать успеть. Да, и поработать, и к стоматологу. А мне надо идти домой, чтобы успеть все сделать. Что за штатив у вас? У нас в Манфроте один, а второй Sony обычные штативы такие. Самые обычные из каких-то. По поводу штативов, камер, микрофонов и всего остального. Все, ребята, всем пока, увидимся в следующем видео.